Сегодня хотел бы поговорить об одной черте, которая обычно присуща всем людям и которая делает целый социум несчастными людьми. Или она обозначается как слово «доброта». Не нужно записывать это естественное состояние человека, когда он становится добрым. А давайте попробуем определить, когда мы думаем о человеке, и нам хочется этого человека обнять, но мы не можем, то что мы проявляем по отношению к этому человеку? Давайте я вам скажу правильные слова. То есть в тот момент, когда мы думаем, что мы проявляем к этому человеку любовь, то на самом деле можно ли это сравнить со словом «доброта»? То есть мы настолько добрые, что хотели бы сделать что-то безвозмездно для этого человека. Можно так сказать. Таким образом у человека появляется идея, не сделать ли мне что-то хорошее для того человека, который близок ко мне. И вы знаете, особенность доброты заключается в том, что если рассматривать жизнь человека, который живет в обыкновенном социуме, и рассматривать ее через призму доброты, именно доброты, а не добродетели, то выясняется, что все абсолютно несчастья появляются у людей в тот момент, когда они все чаще и чаще проявляют обратную слову «доброта» реакцию, то есть проявляют состояние злости. Таким образом я могу вам сказать, если вы замечаете у себя неконтролируемое состояние появившейся злости, знайте, то это скорее всего приведет вас к тому, что у вас появятся заболевания или конфликты, или неприятности, или еще что-либо. Но здесь струна одна, и она раскачивается в две стороны. Получается, в случае, если человек бесконечно добр, то струна не может раскачиваться бесконечно только в сторону доброты. Она должна иметь еще и вторую сторону, это сторону злости. Таким образом, если вы проявляете где-то доброту, то где-то вы должны будете проявлять свою харизматичность. Таким образом, в случае, если человек бесконечно проявляет только свою доброту, он обязательно должен будет где-то проявить свое негативное качество. Вы знаете, в нашей школе есть даже такие практики. В этом году я их давал на морском курсе. Я в какой-то момент понял, что люди, которые отрабатывают практики, связанные с накоплением доброты или восхищения, сталкиваются с тем, что, выходя на улицу, испытывая это состояние во время моих семинаров, проявляют себя абсолютно по-другому и абсолютно с другой стороны. То есть они проявляют себя в виде агрессивного человека, они становятся более злобными. И у меня долго стояла дилемма, я никак не мог понять, почему же так происходит. Почему на семинарах, которые говорят о душе, о добродетели, о доброте, появляется много людей, которые улыбаются, слушают, слушают того человека, который говорит, и даже радуются тому, что произносит человек. И эти люди спустя два часа приходят домой и безудержно начинают ругаться, крыть на чем попало другого человека, а также переживать и совершать совершенно непонятные, совершенно противоречивые поступки, первопричиной которых является проявленная злость. И я понял, в чем основа этого всего. Оказывается, это как в гитаре. Если струна играет, то она раскачивается не в одну сторону, она должна раскачиваться в обе стороны. Поэтому если где-то вы проявляете доброту, знайте, вы обязательно где-то должны будете проявлять и не доброту, а злость. Понимаете? Поэтому если мы сейчас начнем здесь сидеть и говорить, мы проявляем нашу доброту, давайте всех вспомним и поймем, какие они хорошие, давайте захотим что-то о них сделать и будем испытывать состояние доброты и добродетели прямо здесь, то я даже не сомневаюсь, что в тот момент, когда мы придем домой, начнем кидаться на близких, так как они нас начнут раздражать. Потому что одну сторону мы проявим или одну сторону натренируем, тем самым начнем играть гитарой в одну сторону. Но эта сторона, она должна быть двойной стороной.